Здравствуйте, уважаемые студенты! По вашему вниманию предоставляется лабораторная работа номер 5 по дисциплине электротехника. Тема данной лабораторной работы – элементы цепей переменного тока. Цель данной работы – понять особенности физических процессов RLC элементов, протекающих под воздействием переменного напряжения. Общие сведения. Основные параметры переменного напряжения. Переменное напряжение имеет синусоидальную форму, как вы видите на лицомке 5.1. Установлено, что синусоидальная форма напряжения удобна для электротехнических расчетов, а также экономически выгодна для работы электрооборудования. Так, мы видим два закона, по которому изменяется. Так, У1ОТ – это У1М синус умноженное омега Т плюс Фи1. И У2Т равно У2М синус омега Т плюс Фи2. Так, основные параметры синусоидального напряжения следующие. У1М и У2М – это амплитудные, то есть максимальные значения. Фи1 и Фи2 – это начальные фазы. Фи1 у нас положительная фаза. Фи2 – отрицательная. Т, как мы знаем из физики, это у нас период, он измеряется в радианах или в секундах. Ф – получается у нас частота, определяется по формуле единица, деленная на Т, то есть обратно пропорционально периоду. Измеряется в герцах. Омега определяется по формуле 2ПФ, это у нас угловая частота, измеряется в радианах в секунду. Далее, различают следующие значения синусоидальных величин, то есть УМ, ИМ и ЕМ. Это амплитудные, то есть максимальные значения напряжения, силы тока и ЭДС. Далее, действующие значения – это УИЕ, тоже напряжение, силы тока и ЭДС. И УИЕ – это мгновенные значения. Вот, пожалуйста. Действующие значения являются величиной расчетным, но имеют с энергетической точки зрения глубокий физический смысл. Все приборы общего применения, те же вольтметры, амперметры, показывают действующее значение. Математически действующее значение определяет так. Мы видим большую формулу. Это У, напряжение, у нас равно. Под корнем единицы, деленные на Т, интеграл от нуля до Т, У квадрат по ДТ. И расписывается. Математически, почему в итоге у нас она равна УМ, то есть максимальное значение напряжения делим на корень С2. То есть, следовательно, напряжение равняется УМ делить на корень С2. Соответственно, сила тока равная нулю. И от нуля, и зависимость У от нуля. Так, далее. Так, сейчас, секундочку, извините. Особенности процесса в цепях переменного напряжения. Электрический ток в проводниках неразрывно связан с магнитным и электрическим полями. При переменном токе эти поля изменяются во времени. Изменяющееся магнитное поле наводит ЭДС. Изменение электрического поля сопровождается изменением заряда на проводниках. При этом часть электромагнитной энергии у нас превращается в тепло, а часть излучается. В реальной электрической цепи нельзя выделить какой-либо участок, с которыми не были бы связаны вышеперечисленные явления. Поэтому для упрощения рассмотрения процессов электрическую цепь заменяет идеализированной цепью или расчетной схемой, составленной из идеальных элементов, в каждом из которых наблюдается только одно из перечисленных явлений. Элементы, характеризующие преобразование электромагнитной энергии в тепло, называются активным сопротивлением или проводимостью. Активное сопротивление, оно обозначается маленькой буквой R или проводимостью G. Элементы, связанные с наличием только магнитного поля, называются индуктивностью и обозначаются буквой L большой, и взаимной индуктивностью M. Элементы, характеризующие наличие только электрического поля, называются емкостями C. Провода, соединяющие элементы идеализированной цепи, считаются не обладающими ни R, ни L, ни C. Далее рассмотрим резистор цепи синусоидального тока. Пусть ток в цепи изменяется по закону И от Т равно И максимальная синус омега Т. Тогда для схемы замещения на рисунке мы выведем законы изменения напряжения и мощности. По закону Омак для мгновенных значений, где у максимальной равняется и M, нужная на R, это закон Омак для амплитудных значений, или у максимальной отдельно корень из 2 равно U, M, корень из 2 умноженное R. И U равняется И умноженное на R, закон Омак для действующих значений. Закон Омак в комплексной форме будет записываться так. Мы видим формулу. Мощность цепи. P равняется U на I, и максимальная умноженная на U максимальная синус квадрат Омега Т. Мы это все расписываем, как мы знаем из математики. В итоге мы приходим к этой форме. P минус P косинус 2 Омега Т. Где P равняю U на I, это средняя мощность. Мгновенная мощность маленькая P имеет постоянную составляющую U, M умноженное I, M деленное на 2, и переменную U, M умноженное на I, M делим пополам косинус 2 Омега Т, с двойной частотой 2 Омега. Правда, на рисунке у нас здесь показано. При этом постоянная составляющая полностью переходит в тепловую энергию. Векторная диаграмма цепи, содержащая только резистор. Так, вот. Это векторная диаграмма цепи. Далее рассмотрим идеальную катушку. То есть индуктивность цепи с финансовидальным током. Пусть ток изменяется с нулевой начальной фазы. Для идеальной катушки ее резистивное сопротивление будет равно нулю. Поэтому приложенное внешнее напряжение уравновешивается только с помощью ее ЭДС самоиндукции. По формуле U маленькая равняется минус ЕЛ. И ЕЛ мы расписываем ЛДИ по ДТ. Следовательно, У мгновенное значение напряжения будет равняться ЛДИ по ДТ. Мы расписываем. И М умноженное Омега Л косинус Омега Т. И УМ синус Омега Т плюс 90 градусов. То есть напряжение у нас опережает ток на 90 градусов по фазе. Как мы видим здесь на рисунке. Здесь УМ равно ИМ умножен на Омега Л. Омега Л мы знаем. Индуктивное сопротивление. ХЛ обозначается. Это закон Ома для максимальных значений. ХЛ равно Омега Л. Это индуктивное сопротивление. Графики тока, напряжения и мощности показаны на рисунке 5.6. А векторная диаграмма цепи показана на рисунке 5.7. Пожалуйста. Графики тока, напряжения и мощности. Мы видим напряжение, ток, мощность. И векторная диаграмма. Пожалуйста, у нас угол 90 градусов. Закон Ома в комплексной форме будет иметь вид. Так, мы видим, не забываем комплексное число. Мощность цепи. П равняется У на И. У на М косинус Омега Т умножена и М синус Омега Т. Все это мы расписываем. И в итоге приходит к тому, что у нас мощность умножена синус 2 Омега Т. Среднее значение мощности равно 0. То есть индуктивность не потребляет мощность. В одну четверть периода она записает его в свое магнитное поле. А в следующую четверть периода эта энергия возвращается к источнику энергии. Вот на рисунке у нас здесь все показано. Теперь рассмотрим конденсатор цепи переменного тока. Будем считать, что ток цепи изменяет свой любой начальной фазы. То есть И от единицы равняется. И максимальное умноженное на синус Омега Т. О конденсатора будет равен ДКУ по ДТ. КУ у нас это зарядная обкладка конденсатора. Все мы это знаем. Правильно. С умноженное на У. То есть емкость конденсатора умноженная на напряжение. Тогда напряжение УС будет равняться. Единица деленная на С интеграл и по ДТ. Все это мы расписываем. В итоге получаем УМ. Максимальное напряжение умноженное на синус Омега Т минус 90 градусов. То есть напряжение на емкости наоборот отстает от тока на 90 градусов. Векторная диаграмма цепи показана на рисунке 5 и 10. Вот, пожалуйста. Мы видим. В последнем выражении величина ХС, то есть емкостное сопротивление, равно единице деленное на Омега С. Оно, кстати, также измеряется в Омах. Закон Омых комплекс оформлен будет иметь вид. Мощность цепи. Емкость также не потребляет активную мощность. Содержание работы. Первое. Опытным путем определить ток, протекающий через резистор. Вычислить мощность. Построить векторную диаграмму тока и напряжения. Второй пункт. Опытным путем определить ток, проходящий через конденсатор. Другие параметры. Вычислить мощность. Построить векторную диаграмму тока и напряжения. Третий пункт. Опытным путем определить ток, проходящий через катушку индуктивности. Другие параметры. Вычислить мощность. И также построить векторную диаграмму тока и напряжения. То есть мы для каждого параметра строим векторную диаграмму тока и напряжения. Указания по выполнению данной лабораторной работы. Опытное определение параметров резистора, конденсатора и катушки индуктивности основано на измерении действующего значения тока. Напряжение при включении этих элементов в цепь синусовидального тока. Значение источника переменного напряжения рекомендуется брать в пределах от 100 до 1000 вольт, частота 50 Гц. То есть мы не забываем в пределах от 100 до 1000 вольт, и ни больше, ни меньше. Схема представлена на рисунке 5.11. Пожалуйста, мы эту схему должны собрать у электронного скорбенчика. В опыте с резистором мы измеряем ток, напряжение и результаты записываем в таблицу 5.1. Значение сопротивления принимается самостоятельно. То есть сопротивление вы берете по своему желанию. Пожалуйста, таблица 1. Что у вас установлено напряжение и сопротивление? Измеряйте ток и мощность. Так, в цепи резистор заменяем конденсатором, значение которого устанавливаем в пределах от 20 до 100 микрофарад. Все это заносим в таблицу 5.2. Пожалуйста. Все то же самое, только вместо резистора мы измеряем емкость конденсатора. После замены в цепи конденсатора катушки индуктивности записываю значение параметров в таблицу 5.3. Пожалуйста, таблица 5.3. Определение параметров катушки индуктивности. То же самое здесь меняем на индуктивность. Теперь вход работы непосредственно в электроникорбенч. Выбираем из ряда пиктограмм, сорсис, источники, источник переменного напряжения. Встанем, как у нас получается. Нажав на него левый клавишей мыши, перетаскиваем его на рабочее поле электроникорбенч. Двойным нажатием левой кнопки мыши заходим в настройки источника переменного напряжения и выставляем напряжение. Волтэйдж 220 вольт и частоту 50 Гц. Пожалуйста, тут нарисуйте, но все представлено. Вот мы здесь меняем, выставляем, ОК, нажимаем. Далее, выбираем из ряда пиктограмм резистор, конденсатор и катушку. Нажимаем на них левый клавишей мыши и перетаскиваем на рабочее поле электроникорбенч. Далее, соединяем между собой элементы и выставляем их номинал. Виртуальные модели для определения параметров резистора, конденсатора и катушки в лутилосе приведены на следующий режим. Пожалуйста. С конденсатором, ой, извините, с резистором, с конденсатором и с катушкой. Для всех трех схем построить векторную диаграмму тока и напряжения. Как обычно, у нас в конце идут контрольные вопросы, на которые вы должны ответить. Первый вопрос. Какими величинами, параметрами характеризуют иноцеридальный ток? Выше это было рассмотрено. Второе. Что означает действующее значение тока и напряжения? Третье. Какие элементы входят в схемы замещения цепи переменного тока? Четвертый вопрос. Чем отличается идеальный элемент от реального? Пятое. Какой физический смысл имеет емкостное и индуктивное сопротивление? Следующий вопрос. Почему активная мощность идеальных реактивных элементов равна нулю? Седьмой вопрос. С какой целью и как использовать комплексные числа для расчета электрических цепей синусоидального тока? Восьмой вопрос. Чем отличается действующее значение тока от комплекса действующего значения тока? Девятое. С какой целью и как используют векторные диаграммы при анализе цепей синусоидального тока? И последний вопрос. Запишите закон ОМО для участка цепи с резистором или с индуктивностью, или с емкостью для действующих значений и комплекса действующего значения тока и напряжения. В чем различие двух форм записи закона ОМО? Всем спасибо за внимание. Всего хорошего. Продолжение следует...